Мы попросим Алексея Нилова еще немного рассказать про ДВК. Я хотел спросить про клавиатуру чуть-чуть, да? Просто по современным меркам, ну, сейчас клавиатура немного по-другому выглядит. Хотел спросить, что здесь вообще, что означает, да, вот эти вот загадочные сокращения? Ну, это в сегодняшнем персональном компьютере, к которому мы все привыкли, клавиатура подключается напрямую на материнскую плату с центральным процессором, и в компьютер передается просто номер клавиши, нажата клавиша номер 88, отпущена клавиша номер 88. Все остальное делает уже сам центральный процессор. Вот здесь вот устройство, это клавиатура к процессору близко не лежала, к системной плате. Она идет в устройство под названием дисплей. Дисплей может работать в двух режимах. Один режим, вот я вот сейчас печатаю что-то на клавиатуре, оно просто появляется на экране. Все, что угодно. Я могу нажать кнопочку передачи, и вся эта информация одним махом будет по последовательному интерфейсту передана в компьютер. Это удобно было в случаях каких, например, сидит телеграфистка где-нибудь в деревне Гадюкино, у нее вот только вот такой терминал, она телеграмму набирает в автономе, потом нажимает кнопочку, и эта телеграмма, вот с той скоростью, которая позволяет линия связи, пошла по телеграфной линии, не занимая лишнее время пакетом. Еще раз переспрошу, я не совсем понял, автоном это какой режим? То есть что происходит? Сейчас вот эта штука не знает о том, что рядом существует компьютер. То есть передача между этим и этим осуществляется? Сейчас вот весь дисплей, это просто телевизор. То есть контроллер именно вот его и между ними? Все, что находится на экране, это из памяти, которая вот здесь. Вот эта штука подключена сюда же. Сюда можно, если с помощью паяльника, подключить бытовой телевизор вместо вот этого. Ничего не изменится. Просто обычный бытовой телевизор. В автономном режиме вот эта конструкция работает без внешней помощи. То есть напечатанный на клавиатуре текст идет на экран. Ну там еще в принципе сзади есть разъем, можно подключить автономный принтер. И нажав кнопочку ПЧ, вот она, вот набрать текст на экране, нажав эту кнопку, отправить содержание экрана на печать. То есть по сути у нас терминал, который независимо от компьютера работает. И мы можем посвать... Да, этот терминал на самом деле в нем внутри. Вот конкретно вот в этом. Вот этот терминал под названием 15E00-013, вот такое у него гордое название, это его тип. Вот насколько я вижу, выпущенный на заводе в городе Флязино, их выпускали во Флязино и в Выборге. Это на самом деле довольно серьезный компьютер внутри. Причем компьютер на секционном процессоре, если по-американски, секционный процессор семейства Intel 3000, по-советски, серия микросхемы серии K1804, со своей оперативной памятью, со своей экранной памятью, со своим ПЗУ, со своей микропрограммой, умеющий работать в двух режимах. Один режим эмуляции венгерского дисплея VideoTone 340, и второй режим эмуляции системы команд американского дисплея VT52. Верхняя строчка состояния, можно? Верхняя строчка состояния, в нее можно залезть, менять единички на нолики, они, вот скажем, вот эта 9600, это меняет скорость битсекунда. Битсекунду. Это 9600 бот, это можно менять скорость передачи данных между компьютером и вот этим самым дисплеем. Вот остальные, ну я, честно говоря, уже сейчас не очень хорошо помню, какие биты что обозначают, потому что достаточно много лет с такими дисплеем не будет. А что остальные кнопочки означают? Это сброс. Очистка экрана, короче. Это стирание от курсора до конца экрана. Это стирание от курсора до конца строки. Это передача некого специального управляющего кода авторегистр 1 по ГОСТу. Это вот, например, вот это, например, AR2. Это передача в компьютер управляющего символа с восьмеричным кодом 33, который по международному стандарту называется Escape. Все, наверное, помнят в левом верхнем углу нынешних клавиатур клавишу Escape. Вот это Escape. Не очень удачное место. Вот это вот весь экран, все содержимое экрана передать внутрь компьютера одним махом. Это принять одним махом сразу много пакет информации из компьютера и выдать на экран. Это передача строки той, на которой стоит курсор. Так, это печать. Это режим дуплекса или полудуплекса. В режиме дуплекса символ, который я... Если его подключить... А, вот. Если его подключить во-первых к линии, разрывается связь между экраном и клавиатурой. То, что я печатаю здесь, пошло напрямую туда, в компьютер, а на экран мне выводится то, что захотел вывести компьютер. То есть, зависит от программы в компьютере. Может быть, я тут пишу на клавиатуре Маша, а компьютер мне на экран выдаёт Петя. Вот. Если нажата кнопка дуплекс, если она отпущена, кнопка с фиксацией, кнопка полудуплекс, то это означает, что компьютер для экономии линии связи не передаёт обратно то, что набивалось на клавиатуре. и автономно то, что я нажимаю на клавиатуре выводится и сюда, и на экран, и пошло в компьютер. это отображение управляющих символов. Ой, страсти какие! Ой, страсти какие! Ой, страсти какие! Всякие управляющие символы, перевод строки, стрелка вверх, стрелка вниз, очистка экрана и так далее, и так далее, они через последовательный интерфейс из компьютера приходят в виде управляющих символов. Вот в таком режиме эти символы отрабатываются. Если я отлаживаю программу, мне не понятно, что это у меня там на экране или что-то не так, я могу выключить режим обработки управляющих символов, вместо того, чтобы делать им возврат каретки, перевод строки и так далее, конструкция мне мигающим покажет, а какой же там символ пришел. Я могу разобраться, что ж там было. Это абсолютно не нужно, ну, громко говоря, секретарше или оператор, работающий за таким дисплеем. Они от этого в ужас приходили, когда случайно легко понять клавиши выжимали, но это очень удобный механизм для программиста, позволяющий по шагам посмотреть, что, собственно говоря, творится. так, ну, вот это я уже нажимал это переход в грубо говоря, выход в BIOS, выход в настройки. только не компьютера, а вот этого самого терминала дисплея. очистка все вспомнил абсолютно полный сброс заводской установки. А вот здесь вот SU, W, R? SU это control символ управляющий. Цитрылы, которые вот на современной клавиатурах control это сокращение именно того же самого control то есть управления. символ управляющий. если я нажму так у меня буква идет компьютер буква а вот если я нажму вот так то пойдет control W, R, N, R это некий аналог shift и капса. но не было вот отдельно shift и капса. а W, R переключились на верхний регистр как будто shift нажали. ныры переключились на нижний регистр как будто shift отпустили. а остальные gt psvk табуляция и табуляция вот она так сейчас gt это вот она табуляция вот это таб это еще один управляющий код тоже табуляция но немножко другая там соседний код забой код все единички двоичные это вот только который делит перевод строки тут такой клавиши нет а как же без нее тут перевод строки возврат каретки клавиша enter больше соответствует возврату каретки а перевод строки делается вот так на в м это 0 с м Руслад это уже конструкция в принципе аналогичной клавиатуре, скажем так, американского или европейского дисплея, в которой почему-то вообще кириллица не подразумевалась. То есть практически все, и компьютеры, и периферийное оборудование, европейское и американское работало исключительно на латинском алфавите, на коде ASCII. Для того, чтобы суметь как-то все-таки привинтить как-то к кириллицу, вот был сделан костыль переключения русский латинский режим, работающий аналогично нижнему верхнему регистра. Так, ну вот сейчас у меня есть в автономии, могу показать, вот, переключаю на русский режим. Так, не понял, пошла латынь, не понял, что такое. Переключился на, вот, нажал русский, пошли русские буквы, нажал лат, пошли латинские буквы. Псевдографика была? Нет. В этом дисплее конкретно псевдографики по его, так сказать, заводскому проекту, так же как и VT-52, не предусмотрено вообще. Никакой, но в середине, ну, в начале середине 80-х, когда эта штука стала достаточно распространенной, некоторое количество энтузиазов, я в том числе, создавали собственные прошивки, в которых там, ну, во-первых, были исправлены некоторые ошибки заводских программистов, то есть конструкция не полностью эмулировала VT-52 американский, там вот были две ошибки в прошивке, две команды исполнялись чуть-чуть не так в некоторых ситуациях, из-за этого не работали экранные редакторы текста. Вот создавались, скажем так, самодельные прошивки, в которых была и псевдографика, и уже переход с кода КОИ-7, таблица 0 и таблица 1, вот который здесь зашит заводской, переход на КОИ-8 и КОИ-8Р в дальнейшем, чтобы уже можно было работать и с псевдографикой, и полноценно без переключения какими-то кнопочками одновременно и русский, и латинский, русский язык и латынь смешивать. Понятно, спасибо большое. Сейчас про БК еще попросим рассказать. Значит так, продолжаем наш рассказ про ретро-выставку. Сейчас нам Алексей Нилов расскажет немножко про БК, про такой компьютер. Вот он здесь находится. Если компьютер ДВК, который мы только что рассматривали, это расшифровывается как диалоговый уничтожительный комплекс, разрабатывался для применения на предприятиях, в государственных, ну, кроме государственных, тогда никаких не было в учреждениях и в высших учебных заведениях, то потом Коммунистическая партия Советского Союза поставила задачу, что мы должны разработать бытовой компьютер, который может уже продаваться в магазине и который может купить обычный, то есть советский гражданин. ДВК, который мы там только что рассматривали, у него стоимость была около 5000 рублей, что для инженера, получающего 120-130-рублевую зарплату, было, в общем-то, неподъемно. В Америке в это время любители на коленке, в гаражах и прочее разрабатывали разнообразные домашние компьютеры, вот Синклеры, Амиги и так далее, и так далее, и так далее. В Советском Союзе решили, что это путь неэффективный и сделали так. Взяли один из самых успешных компьютеров, DPP-11, на базе которого сделана ДВК, чуть-чуть усекли некоторые функции и на том же самом процессоре, с той же самой системой команд, сделали компьютер, который был назван BK-0010. Вот это не первая модель, это БК-2 модификация, вот была модель без вот этих вот цифр. По-моему, с пленочной клавиатурой ужасной, да? С ужасной пленочной клавиатурой, но это было признано неудачным, ну и была заменена клавиатура, а Патрахат все те же самые, что у БК-0010 с пленочной клавиатурой. Вот эта конструкция пошла в школьный класс учебной вычислительной техники, КУФТ, комплект учебной вычислительной техники. ДВК в качестве машины преподавателя и БК в качестве машины ученика. Каждому ученику на столе. То есть по сети? Да, по локальной сети, совершенно верно. Это подключалось к любому бытовому телевизору или монитору. Здесь подключение к монитору проводится просто вот через такой вот... Как у старых магнитофонов? Да, да, да. Именно такой. Именно он. Причем можно подключать либо к черно-белому монитору, либо к цветному. Вот два разъемчика. СТВ. Цветной телевизор. Черно-белый телевизор. Вот. В магазинах можно было купить вот такую вот коробушку. Ой. Черт. Или в ЧБ он стоял. Дисководов у нее никаких не было. Вместо дисководов там еще разъемчик есть. Бытовой кассетный магнитофон. Вот. Магнитофон и телевизор покупайте сами. Там конструкция продавалась. Смотрим. Вот разрешение у камеры хватит. 550 рублей. 550 рублей. Три зарплаты инженера, да? Где-то так. Три зарплаты инженера. Выпущены в октябре 88-го года. Если бы не начался интересный процесс, когда центры НТТМ при райкома комсомола могли переводить рубли в доллары по курсу газеты «Известия» 60 с чем-то копеек за доллар. Покупать на Западе западные компьютеры и продавать их здесь внутри государственными организациями, но уже по цене 5-6 рублей за доллар. И тогда вот возникло бешеное количество этих самых IBM PC, самых первых. Если бы этого не произошло, вот эта вот штука, соревнования бы с IBM PC выиграла. В первых IBM PC, IBM PC XT, там был 8-битный процессор, здесь 16-битный процессор. У вот этого процессора быстродействие в четыре раза больше, чем у IBM PC XT. Но это сравнивают, наверное, только с очень ранними, да? С тем, что было в то же самое время, с тем, что разрабатывалось одновременно. Это шло хвост-хвост. То есть, одна проблема была, вот вдруг вброс на рынок, у нас вот за этой надо было в очереди стоять. Вот, скажем, у нас в Петербурге, в Ленинграде тогда еще, эти компьютеры можно было купить только в магазине-салоне электроника на Гагарина, совсем недалеко отсюда. Только надо было стоять в очередь, записываться в очереди, там, что-то на 6 или 7 месяцев вперед. А появились массово американские персональные компьютеры. Это был первый удар, вот по этим. А он насколько сильно, он резан по сравнению с ДВК вообще? Достаточно сильно, а у него отсутствует, например, вот этот отдельный дисплей или графический, или цифровой. И все это положено на центральный процессор, для этого урезана оперативная память. Точно так же, как это было сделано в IBM PC. Процессор Intel 88, на котором были первые IBM PC, он подразумевал работу с памятью до одного мегабайта. Но в реального IBM PC была доступна память, такое волшебное слово, 640 килобайт. Почему такая некруглая цифра? Это из этого мегабайта отрезали кусочек под память экрана. То есть, на самом деле, там мегабайт, но вот эти вот верхние, они даны под память экрана. А вот здесь было сделано абсолютно то же самое. В IBM PC, по сравнению с соответствующими профессиональными компьютерами на интелевском процессоре, том же самом, был убран отдельный, ну, грубо говоря, там контроллер диска, контроллер клавиатуры и так далее, и так далее. Большая часть была запихнута в материнскую плату и положена на центральный процессор. Вот, там вот на дисплее, который мы только что рассматривали, там вообще-то один процессор стоит внутри клавиатуры, другой процессор стоит внутри ящика, который, ну, по нынешнему видеоадаптер, блок управления дисплеем, и третий процессор стоит, вот, собственно говоря, сам компьютер уже отдельно. Вот, и вот здесь, и в IBM PC XT, все это было перекинуто на один и тот же центральный процессор. И насколько сильно это урезание повлияло на совместимость с софтом? Софт, который, значит, на ДВК было очень удобно писать софт, который дальше исполнять, вот здесь, но в прямую, ну, только самые простенькие, ну, система команд одна и та же, язык ассамблер тот же самый, язык C тот же самый. А ну, рационку, например, нельзя уже было запустить, да, тоже? Ну, здесь отсутствует общая шина, которой можно подключить разнообразные контроллеры дисков, центроаналоговые преобразователи и так далее. Здесь упрощенный некий интерфейс, очень сильно урезающий возможности. И вся вот стандартная периферия, даже вплоть до вот экрана клавиатуры, подключена к нестандартным по сравнению с PDP-11 способом. То есть, любую программу надо было переписывать хотя бы в той части, где она что-то на экран выводит или с клавиатурой забирает. И это было нерешаемо, да? То есть, никакими расширениями этого уже не изменить было? Аппаратными это было нерешаемо, но программы соответствующие, ну, просто переписывали. Портировать, то есть, надо, да. Понятно. Вот. Вспоминаю кошмарное занятие, как мы портировали. Такой, может быть, слышали где-нибудь, когда-нибудь, игру, написанную изначально для ДВК. Игра называлась «Тетрис». Вот такую штуку. Тетрис был портирован в Ленинградском государственном университете совместными усилиями сотрудников одного сотрудника биологического факультета и одного сотрудника факультета прикладной математики и процесса управления. Мы портировали «Тетрис» с ДВК на БК. А вот такой вопрос. Вы говорите, очень удобно на ДВК писать для БК, да? Но там же проблема с графикой, да, вот с этим всем. Как это решается? Как бы это лучше объяснять? Для того, чтобы сконструировать атомный ледокол, необязательно его выпиливать в натуральную величину дома в коридоре. Достаточно все-таки чертежей, схем и так далее. Точно так же, ну вот, разрабатывая на ДВК, ну, вернее, не совсем на ДВК, но на аналогичном компьютере. Программное обеспечение для БК я делал, что у меня стоял шкаф. Вот этот нормальный промышленный игровой компьютер нормальный. Рядышком на стороне лежала эта самая БК, они были соединены кабелем. Я на нормальном компьютере, вон, на таком вот дисплее, там, писал какую-то там, набирал какую-то программу, проводил ее компиляцию и так далее, и так далее, и так далее. Потом готовый результат закидывал вот тут же в эту самую БК и смотрел, что получится. Не получилось, пошел исправлять ошибки. Очень удобно. Хорошо, большое спасибо. Очень интересно.